Здравствуйте! Вы в психологическом ателье. С вами психолог Ольга Орлова. У вас в жизни бывали ситуации, когда вам задавали какие-то неприятные вопросы, на которые вы не хотите отвечать? Если да, то сегодня как раз это и есть наша тема. Что делать, если находится человек, который не понимает, что такое быть вежливым и задает вам вопросы, на которые вы не хотите отвечать? Есть три возможности. Первое. Не забывайте, что если вы не на экзамене и не на уроке у доски, то вы можете просто не отвечать на вопрос. Не отвечать на вопрос – это значит молчать, не меняя своего выражения лица, до тех пор, пока ваш собеседник не почувствует себя неудобно. Вторая возможность – это не отвечать на вопрос словами, но ответить своей эмоцией, мимикой. Вы можете сделать удивленное лицо, вы можете снисходительно улыбниться и продолжать молчать. И третий рецепт. Когда вы слышите неудобный вопрос, начиная от вопроса, «Сколько вам лет, если вы считаете его невежливым?» Или «Почему ты до сих пор не замужем?» Или «Как же так получилось, что вы развелись?» Или «А какая у тебя зарплата?» Или «А почему это вы так плохо выглядите?» Какой бы вопрос вам не задавали, если вы считаете, что вы не хотите на него отвечать, просто выскользните из темы вопроса. Любой вопрос имеет определенную тему. Но вы можете не поддерживать эту тему и выскользнуть двумя способами. Или вы комментируете сам вопрос, но не попадаете внутрь него. или вы переходите на личности. Каким образом? А что это вы здесь делаете? А с какой целью интересуетесь? Смотрите. Вы задаете вопрос к вопросу, но не обсуждаете, что это вы здесь делаете. А куда это вы идете? Например, да? Куда это вы собрались? А что это вы такие любопытные? Вы не обсуждаете вопрос, куда вы идете. Вы не эту тему. Вы обсуждаете поведение человека. Вы можете сказать и по-другому. Вы можете ответить, например, так. А вы всегда так прямолинейны. Если вам подойдет. Есть много рутинных фраз. Я на сайте о них писала. Которые годятся на все случаи жизни. И, например, если вы сейчас начнете отличать ситуации, где люди выскальзывают из вопроса, то вы заметите, что, например, элегантный комментарий какого-нибудь публичного человека, который отвечает на вопрос, ему задают вопрос, он говорит, хороший вопрос, интересный вопрос. И только после этого отвечает. Или не отвечает. И хулиганский совершенно ответ – это не ваше дело. Фактически, в психологическом смысле, это одно и то же. Это выскальзывание за рамки вопроса. Можно это делать не с помощью вопросительной интонации, а сказать, ты, наверное, давно не отдыхал. Вот почему ты так сейчас позволяешь себе себя вести. Или сказать, я думаю, что это достаточно неуместно обсуждать эту тему сейчас. И это будет не вопросительная интонация, а утвердительная. Но, тем не менее, это все равно будет выскальзывание за рамки вопроса. Как правило, люди останавливаются и перестают продолжать эту тему. Ну, а если это не помогает, меняйте свое окружение. Я, конечно, пошутила. Немного, правда. Хорошо. Успехов вам. Спасибо.